Всем доброе утро! У нас сегодня 6 января. Все уже очухнулись от Нового года. Мы, если честно, все праздники просто тупо лежали на диване, смотрели мультики там всякие разные, ели, пили и всё. Поэтому у меня такое опухшее лицо. Я ещё приболела вчера, я сделала набрахолку. Вообще ненавижу это место, никогда у меня особо не горит желание туда ехать, но мне нужно было, поэтому, кажется, я заболела. Вот, и ребёнок у меня ещё. Ребёнок уже выздоравливает, пойдём завтракать, мужа нет, он на работе, у всех уже рабочие дни со вчерашнего дня начались, у нас нет, у нас ещё каникулы до сих пор. Вот, так что смотрите, какие у меня волосы получились после резиночки. Вот, так что сейчас пойдём готовить кашку, кушать и будем с сыночком сегодня вдвоём дома. Мы, кстати, поставили уже стиралку здесь, в ванной комнате. Сюда принесла все свои любимые средства. И здесь же сушилка стоит, чтобы, ну это пока, пока здесь нет этого, столешницы. Вот, сейчас я буду, на самом деле это капец как удобно. Сейчас я буду закидывать вещи, потому что стирка нескончаемая, очень много накопилось. Здесь у меня постирано одеяло, плед, потому что Мироша куда стошнила, всё это замачкалось. Здесь у меня тоже ещё вот одеяло, точнее под одеяльник нужно повешать. В общем, куча всего. Мы сидим, играем. Это детский уголок, получился очень тёплым. Здесь вот как раз проходят вот эти вот трубы тёплого пола, поэтому мы сидим, играем в конструктор. Строим, да, Саня? Сопли у нас, кстати, уже почти не бегут. Вот, вот это у мамы бегут. Закрыли шторы. Сейчас готовимся ко сну. Немножко мальчика. Мироша уже бутылочка. Кошка с нами. Всегда спит теперь на вот этом покрывале. Это зимнее наше. Для этого вообще неудобно, потому что очень жарко. А зимой вообще классно. Так кошка наша тоже теперь полюбила. Потому что у нас сейчас будет дневной сон, а мама пойдёт готовить обед. Ну и для построения. У меня здесь вот всё готовка. Пока ребёнок спит, нужно всё успеть. Замариновала филе. Сейчас буду жарить его. Здесь у меня гречка уже приготовлена. Как гарнир. Там у меня внизу тесто на пиццу. Дрожжевое. Немножко отдыхает. И здесь у меня, чтобы гречка не была слишком сухая, овощи немножко поджариваю. И сейчас добавлю сюда томатную пасту вместе с водичкой, чтобы получился типа такой соус. гречки. Здесь у меня помидор, лук закончился, перец и чесночные стрелки. Ну, как заместо чеснока. Я вообще обожаю их везде добавлять. Они им такой аромат создают очень классный. Так что вот, красота. В общем, что у меня получилось. Гречка. С Мирош уже покушали. Здесь такой типа соус гречки. Тут у нас курочка. Апельсины. Мирошную порцию. Как всегда, вот, есть как свинтус. Приходится сейчас здесь все пылесосить после него постоянно. И моя пицца. Она, конечно, не очень красивая, но очень вкусная. Сейчас порежу. Вот это все отправлю, эти плотенчики в стирку. Здесь у меня тоже бардак, потому что это лежало здесь. И куча мусора. Просто нереальнейшая какая-то куча. Скажите, у вас так же? Хотя мы живем вдвоем. Два взрослых. Так что сейчас буду это резать, красоту. Кстати, в гардеробной у нас пока что все вот так. Все вещи в открытом доступе. Ну, здесь в основном носки. Здесь мои бьюти штучки. А в детском комоде детские вещи. Наверху наши. Здесь еще всякие штучки. Я немножко сделала все поплотнее, чтобы освободить нижний ящик. Нижние ящики наши вещи. Пока перенесли только комод и все наши вещи. Вот они где. Они висят на вешалке. Вешалку мама нам дала. И на этой вешалке все наши вещи. Почти. Поэтому вот так вот у нас мало вещей. Даже вот эта сторона все свободная. Вот. Так что вот такие дела. Скоро принесут шкаф сюда. Ну, как скоро. На днях. Может быть. Даже позже. Так. У нас тут матрас надут. Потому что друзья наши ночевали здесь. Хочу вам показать какое постельное белье показала мама моя. Очень интересно. Потому что вообще у нас комплект всегда должен быть семейный. Потому что мы спим под двумя одеялами. Под разными. А сейчас что-то все перестали делать семейные. Делают только двуспальные. Ну, двуспальные получается один пододеяльник. Нас такое не устраивает. И вот. Потому что у нас два или три постельных белья. где один одно одеяло. Один пододеяльник. Вот. Сейчас покажу вам. Мама моя угадала. И подарила нам такой классный принт. И ткань очень странная. Вот здесь по-моему хлопок. А с этой стороны, если честно, непонятно. Она такая мягенькая. В общем, классные такие вот подушечки. И вот это вот пододеяльник у нас идет. В таких голубо-серых оттенках. Это тоже пододеяльник. И сама простынь получается. Вот такая. Сейчас вам покажу. С синими елочками. Блин, это так круто. Прям новогодний нереальный комплект. Я его хочу уже застелить. Но его надо постирать сначала. И уже можно будет стелить. Еще родители мы уже подарили. Нам вот это классное кресло. Вообще, я не думала, что мой ребенок будет сидеть. Но это вообще очень удобно. Поэтому, у кого такие же детки, как у нас. То есть, двух лет, трех лет. Даже, мне кажется, четырех лет. Это действительно удобно. Смотреть телик, садиться. Он сюда сейчас садится, смотрит телик, пьет свою бутылочку. В общем, очень мне нравится. И такой интересный дизайн. То есть, не что-то там такое обычное. Типа просто плюшевое кресло. А действительно, такая собачка стильненькая. Тем более, у нас Мироша в год собаки родился. Мягкая. Вот. А наша елка терпит фиаско вообще. С каждым днем рядеет и рядеет. Вот эти вот елочные игрушки все падают. Тут вообще миллион игрушек навешано. Это кто игрушку видит и вешает почему-то сразу наверх. Я вешаю вниз. Вот. Поэтому елку, конечно, не вариант был оставить в этом году. Ладно, пусть уже стоит такая, какая есть. И потом уже в следующем году, наверное, будет проще. Какой-то мусор валяется непонятно откуда. Какие-то пылесосила. Малопол. Малопол. Я сейчас буду мазать волосы вот таким вот маслом. Оно ужасно воняет просто. Малопол. Ну, оно мега-супер-класс. Я сейчас вставлю сюда скрин. Его можете заказать с Айхербом. Еще, кстати, на Айхербе очень хорошие скидки. На Айхербе! На Айхербе! Продолжение следует...